Делегация Министерства обороны Республики Казахстан во главе с министром обороны генералом-лейтенантом в эти дни находится с визитом в нашей стране, в рамках которого прошли конструктивные встречи и переговоры. Кроме того, на полигоне Терме состоялась активная фаза совместного узбекско-казахстанского учения «Хамкорлик-2021». График настолько плотный, что сразу по прилету военные делегации Республики Казахстан встречаются с коллегами в Министерстве обороны. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов, касающихся развития отношений в области обороны, а также региональной безопасности. Всего порядка 20 пунктов, которые включены в план двустороннего межведомственного сотрудничества на 2022 год. Сразу после этого карточь направляется в мемориальный комплекс «Парк Победы». Возложение цветов к подножию памятника Ода Стойкости. О том, как стойко и храбро сражались воины узбекистанцы на фронтах Второй мировой войны, наглядно демонстрируют экспозиции музея Шон Шараф, который гости осматривают с особым интересом. Впечатленный увиденным, глава Минобороны Казахстана отмечает огромный труд и значимость создания комплекса по инициативе президента Узбекистана в деле патриотического воспитания молодого поколения. Под впечатлением и восхищением от профессионализма военнослужащих Центра горной подготовки, куда вылетели спецбортом, заодно осмотрев прекрасные горные пейзажи Узбекистана. О том, как готовят универсальных бойцов в универсальном комплексе, здесь же коллегам продемонстрировали эпизод учения со стрельбой в горах. Именно в таких условиях тренируются военнослужащие горной подготовки Узбекистана. Это и есть главный фактор отличных результатов на международных соревнованиях. Гости из Казахстана предлагают организовать здесь обучение своих инструкторов-горников. На что получают ответ. Двери Центра для них всегда открыты. Даже в вечернее время открыты двери Академии Вооруженных сил Узбекистана, смотр музея Академии, где на память нашим курсантам члены делегации оставляют книгу и сувениры. Посетив классы Вооруженных сил зарубежных государств, где в этот момент все еще продолжаются занятия, глава Минобороны Казахстана удивляется еще больше и интенсивностью занятий, и отсутствием здесь класса Вооруженных сил их страны. Пробел решают восполнить. В самое ближайшее время его откроют. Еще один символический момент. Посадка дерева в знак укрепления дальнейшего взаимодействия. Оно демонстрируется на полигоне Термес Юго-Западного особого военного округа, куда гости вылетели сегодня ранним утром. Позади целая неделя подготовки и совместной тренировки военнослужащих Узбекистана и Казахстана. Военнослужащим Узбекистана и Казахстана предстоит отработать элементы боевого слаживания. Согласно сценарию совместного учения, разработана операция по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования. Узбекско-казахстанские военные учения «Хамкорлик-2021» прошли на высоком уровне. Во время подготовки к учениям подразделения отлично справлялись со своими задачами, помогая друг другу. Учитывая сложившуюся военно-политическую обстановку в регионе, эти учения были значительными по своему характеру и размаху. Это связано с тем, что военнослужащие обеих стран улучшили навыки управления подразделением, применяя новейшие методы и приемы ведения боя при совместных операциях, принимая правильные решения в нестандартных ситуациях. Для совместной защиты границ государства им предстояло отработать задачи по обнаружению и ликвидации незаконно вторгшегося условного противника с применением бронетехники, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов. Верную тактику демонстрируют координации действий объединенной группировки войск в ходе розыгрыша нескольких эпизодов. Сейчас мы наблюдаем пролет звена под прикрытием истребителей МиГ-29, наносящих групповой бомбовый удар по выявленным целям. Благодаря совместным учениям Республики Узбекистана и Республики Казахстан при совместных действиях мы научились быть уверены в себе и правильно взаимодействовать в парных категориях. Моя задача была управлять личный состав и направлять их в нужное направление, где были обнаружены незаконно вооруженные формирования войск. Сегодня завершилось совместное международное учение Республики Узбекистана и Республики Казахстан. Учение организовано на высшем уровне между войсками двух стран. По действиям личного состава было слажено, было взаимодействие по управлению огнем и подразделением. Успех действий подразделений, как отмечено по итогам учения, достигнут благодаря высокой боевой выучке, морально-психологической и физической подготовке личного состава, постоянным введением разведки, четким знаниям оперативной обстановки и условиям выполнения поставленной задачи. А это означает, что темпы взаимодействия сбавлять не будут.